Добро пожаловать на Рашкин Репорт! Меня зовут Юрий Рашкин. Я рад приветствовать вас, дорогие слушатели, в этом эфире. Вас, дорогие зрители, если вы смотрите этот эфир в записи, сегодня ждет интересный разговор, уникальный разговор, что и является целью этого канала, Рашкин Репорт, чтобы каждый разговор был уникальным. Но иногда, я думаю, бывают даже еще более уникальные беседы. Я рад приветствовать в программе генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса и Марка Помора. Марк раньше руководил Голосом Америки. Такие бренды, которые для кого-то могут значить все, но для кого-то другого очень мало. Но я думаю, что для аудитории Рашкин Репорт они имеют огромное значение. Итак, Марк, Бен, добро пожаловать в программу. Спасибо. Спасибо за возможность быть с вами. Кстати, сегодня утром я дал интервью Голосу Америки, вашей грузинской службе в Грузии, и я всегда отвечаю «да» на приглашение Голоса Америки. Это замечательно. Конечно, я должен сказать вам, что я работал на Голосе Америки в 80-е годы, в очень важное время, когда мы приближались к концу Советского Союза, и появилась гласность. А до этого я работал на Радио Свобода, то есть работал на обеих станциях. Но сейчас я также являюсь там гостем. Я выступаю в русской службе Голоса Америки примерно раз в месяц или около того. Я думаю, что вы видите, что у нас действительно сегодня гости, которые востребованы, актуальны. И я хотел бы попытаться разобраться кое в чем с вашей помощью. Прежде всего, оценить российскую угрозу, потому что это моя общая забота, что эта угроза существует, потому что я родился в России, провел там детство, я достаточно осведомлен, чтобы понимать, что там происходит. То есть, с точки зрения русского, я розовый пони в Америке, и русский думает, что я наивный, как все американцы, но я довольно хорошо говорю по-русски, и я понимаю российскую угрозу. И я рад, что ко мне присоединились люди, которые тоже ее понимают. Но прежде чем мы перейдем к этому, я считаю, что обязан задать Бену пару вопросов о том, что только что произошло в Вашингтоне, где Палата представителей и Сенат приняло, а президент Байден подписал новый пакет ассигнований на помощь. Эти дополнительные ассигнования, которые предоставляют долгожданную помощь и возвращают, знаете ли, американскую кавалерию на сцену. Бен, пожалуйста, дайте нам свою оценку тому, что только что произошло, и что Вы ожидаете от этого. Конечно, я рад и испытываю облегчение от того, что это наконец-то было сделано. Несмотря на 8 долгих, ненужных месяцев дебатов, но это было сделано. Это положительный момент. А на стратегическом уровне это плохая новость для русских. На мой взгляд, у Кремля нет возможности выбить Украину из войны. Поэтому единственной надеждой для них была надежда на то, что Запад уйдет. Таким образом, это сигнал о том, что Соединенные Штаты не собираются уходить из Украины, что мы там будем, и это очень важно. Проблема в том, что предоставленных средств, по большому счету, хватит лишь на несколько месяцев для Украины, чтобы помочь ей остаться в борьбе, стабилизировать ситуацию и, к счастью, наконец-то получить определенный потенциал, чтобы начать наносить удары по российским штабам и российской логистике по всей украинской территории, оккупированной Россией. Что, очевидно, включает и Крым. Чего же еще не хватает, к сожалению, так это обязательство со стороны правительства Соединенных Штатов, со стороны администрации сказать «Мы хотим, чтобы Украина победила». Фактически, решение сопровождалось словами «Это поможет Украине остаться в борьбе». Почему именно это стремление? Почему мы не формулируем цель, что хотим, чтобы Украина победила? Но я счастлив в том, что вопрос о помощи решен. Это важно. Украинские войска следили за американскими законодательными дебатами, потому что они знают, насколько это важно. Но я не удовлетворен тем, что цель не сформулирована. Знаете, может быть, сегодня мы немного разберемся с тем, почему они этого не говорят. Но что насчет нового оружия, атакам с дальностью 300 километров, является ли это решающим изменением игры, по вашему мнению? Являются ли они магическим оружием? Есть ли следующее магическое оружие, за передачу которого мы все должны бороться? Ваша оценка этой ситуации? Конечно, не существует волшебного оружия или какой-то одной оружейной платформы, меняющей ход событий. Но эти ракеты дают Украине значительные возможности для нанесения ударов по российскому материально-техническому обеспечению, российским штабам на всей оккупированной России территории Украины. Каждый квадратный километр Крыма теперь может быть поражен. И, по сути, мог быть поражен с тех пор, как у украинцев появились, например, ракеты Storm Shadow, предоставленные британцами, и ракеты Scalp, предоставленные французами. Есть ли цифры, которые я слышу, верны, и этих атакамцев предоставляют сейчас несколько сотен, то почти ни один штаб или пункт материально-технического обеспечения на оккупированной России территории Украины не будет в безопасности. Я имею в виду, что они уже нанесли удар по Джаркою в северной части Крыма, который является крупным логистическим центром для российской страны. Это большое дело. Это то, что, по словам Верховного главнокомандующего войсками НАТО, дает Украине возможность преодолеть российское преимущество в живой силе. Когда вы уничтожаете штаб и логистику, тогда не так важно, сколько плохо обученной российской пехоты бродит там на поле боя. Будем надеяться на это. Хорошо, тогда давайте перейдем к теме сегодняшнего разговора. К угрозе, которую представляет российская пропаганда, и к тому, как победить в информационной войне. Прежде всего, опять же, ваша оценка. Я бы хотел, чтобы первым высказался Марк. Как вы смотрите на то, что я объединил следующие две категории пропаганды? Считаете ли вы, что распространение дезинформации внутри США вызывает большее беспокойство, чем распространение дезинформации, происходящей за пределами Соединенных Штатов? Марк, и я бы хотел, чтобы вы знали, и не говорю, что у какой-то из этих двух категорий есть больше приоритет, но у нас есть Марджоли Тейлор Грин как дополнительный источник соответствующей опасности. Марк, как вы видите эту ситуацию? Я бы разделил российскую пропаганду и СМИ на международные и внутренние, потому что я думаю, что на международной арене, будь то через RT, будь то через социальные сети, цель во многом состоит в том, чтобы посеять смуту, создать хаос, поддержать стороны, которые обостряют внутренние дебаты внутри страны, своего рода цинизм, когда вся распространяемая информация является пропагандистской, и поэтому это не имеет значения. Это очень агрессивная кампания по созданию внутренних проблем для стран, на которые они вещают. Внутренние российские СМИ в значительной степени используются для того, чтобы проводить кремлевскую линию, кремлевский взгляд, очень сильно уходящую назад в историю с точки зрения видения России как великодержавы с традиционными ценностями. Поэтому, когда мы говорим о российской пропаганде, я думаю, следует различать агрессивную внешнюю пропаганду и внутреннюю пропаганду, которая отгораживается от остального мира и создает очень искусственное представление о том, что такое Россия и что такое мир. Я думаю, что опасность, возвращаясь к тому, что мы обсуждали в связи с голосованием за военную помощь Украине, заключается в том, что российская пропаганда имеет своих сторонников в Соединенных Штатах. Мой конгрессмен в Техасе, Майкл Маккол, в одном из своих интервью прямо заявил, что у республиканской партии есть члены, которые в основном следуют линии российской пропагандистской лжи. Так что русским не нужно было особо напрягаться, когда у нас есть соответствующие американские политики и американские СМИ. Мы можем говорить о Такере Карлсоне и некоторых других, которые действительно выполняли работу российской стороны, избавляя их от необходимости беспокоиться о том, чтобы попасть на каналы и социальные сети и так далее. Так что я думаю, что опасность российской пропаганды – это не меньшая проблема, чем наша внутренняя, где, к сожалению, есть значительное число влиятельных людей, будь то политики или журналисты, которые, по сути, пропагандируют эту линию. Бен, ваше мнение? Я думаю, что противодействие российской дезинформации или китайской дезинформации, если на то пошло, начинается с противостояния ей, признания того, что она есть и последующего ее называния своим именем. Было забавно наблюдать, как многие люди сразу же выделили нелепые комментарии Марджери Тейлор Грин о важности защиты прав закарпатских венгров, и, как многие шутили, они готовы заплатить за то, чтобы посмотреть, как она пытается найти Закарпатье на карте. Я имею в виду, что это не является животрепещущей темой для большинства американцев, но все же она повторяла фразу, которая исходит непосредственно от Орбана и его бездарного министра иностранных дел. Так что для меня это был очевидный пример. Ее высмеяли, а теперь о ней говорят такие люди, как председатель комитета МакКолл и другие члены Конгресса, которые понимают, что она разрушает бренд республиканцев. Так что я думаю, что это часть того, как это делается. Нужно светить на это очень ярким светом. Мы должны помнить о том факте, что СИПЭК, фактически идеологический центр республиканцев, уже, я думаю, три года подряд проводит свои встречи в Будапеште, где их принимает Орбан. И это не только из-за красивых пейзажей вдоль Дуная, но я думаю, что они выходят тем самым на открытое пространство, где их могут разоблачить. Конечно, в Соединенных Штатах, чтобы противостоять дезинформации, мы должны придерживаться своих собственных ценностей. Я имею в виду, что мы должны защищать наши институты. Я думаю, что главная цель усилий по распространению дезинформации заставит нас потерять веру в наши институты, не доверять результатам выборов, не доверять ничему, что исходит от Конгресса или администрации, и не доверять друг другу. И когда мы не соответствуем нашим собственным ценностям, мы становимся особенно уязвимыми. Я думаю, в этом и заключается смысл того, о чем говорил Марк. Наконец, здесь, в Германии, где я живу, на прошлой неделе, вышла очень мощная обложка журнала Der Spiegel, который является важным журналом в Германии. На обложке был изображен безликий человек в костюме, а на воротнике его рубашки был символ АФД, альтернативой для Германии, правоэкстремистской партии в Германии. А на самом костюме были русские и китайские логотипы, а заголовок на немецком языке гласил «Предатели Германии». Вот это было сильно. Я имею в виду, что это действительно мощная информационная кампания, направленная на АФД и правый экстремизм, чтобы так их обличить. Если можно, вмешаюсь на секунду. Я хочу сказать, что если бы я работал в Вашингтон-Пост, Нью-Йорк-Таймс или даже в Уолл-Стрит-Джорнел, я бы регулярно ввел колонку, в которой бы точно указывал, где общественные деятели просто подражают и повторяют фразы Орбана, Путина, Китая или кого-либо еще, чтобы страна знала, откуда исходят эти идеи и как они продвигаются. Потому что я думаю, что это один из способов жизни открытого общества. У нас нет цензуры. Существует первая поправка. Люди могут выражать свои взгляды. Но если их взгляды сводятся к пропаганде из России, их следует осудить. И люди должны знать, что это именно оттуда и почему. Поэтому я думаю, что в год выборов это было бы одним из способов сделать эту пропаганду менее мощной. Если немного углубиться в эту тему, как насчет того, что у нас есть республиканская партия, которая с удовольствием использует для ведения информационной войны русских? Например, оппозиционные исследования теперь проводятся, я полагаю, в России русскими, а затем перебрасываются к нам. А затем эта информация используется на наших выборах, чтобы разделить нас. Это все равно, что отдать троллей на аутсорсинг Пригожину или тому, кто сейчас контролирует его фабрику. Как будто, по сути, мы просто отдаем на аутсорсинг тех, кто будет информировать нас в социальных сетях и во всем остальном за благословение наших политиков. Вас это беспокоит? Ну да, если коротко ответить, то да, это меня очень сильно беспокоит. Но я также думаю, мне интересно, как это прокомментирует Бен, что в республиканской партии при голосовании по Украине мнения разделились практически 50 на 50. И я думаю, что это, по крайней мере, сигнализирует о значительном расколе в партии. Мы упомянули конгрессмена Маккола, а в соседнем с ним округе к югу от Остина находится округ Чипа Роя, который голосовал против Украины и который в этом округе лидирует. Так что имеем двух человек рядом, республиканцев в одном штате, в соседних друг с другом округах с очень разными взглядами на этот очень важный вопрос. Так что я думаю, что у республиканской партии есть разногласия. И я думаю, что нам нужно, чтобы республиканцы говорили о других республиканцах, если они хотят спасти свою партию. Потому что я думаю, что это действительно становится просто пародией во многих отношениях. Я также думаю, что за последний год администрация не проделала хорошую работу по объяснению и противодействию такого рода дезинформации, по объяснению того, почему в наших интересах, чтобы Украина победила Россию. Речь здесь идет не о благотворительности. Это не может быть основано на эмоциях, храбром украинском народе и том, как сильно он страдает, хотя это все правда. Это не повод для принятия важных стратегических политических решений Соединенными Штатами. Президенту следует лучше объяснить американцам, почему победа Украины в наших интересах, что американское процветание напрямую связано с европейским процветанием. И не будет европейского процветания, если в Европе будет большая война, когда будут нарушены поставки продовольствия и энергоносителей, и когда миллионы беженцев хлынут в Польшу, Германию и Румынию из Украины. Так что ему придется это объяснить. Тот факт, что Китай наблюдает за тем, действительно ли мы серьезны, когда говорим о международном порядке, основанном на правилах, защитить его в Европе гораздо легче, чем в Индотихоокеанском регионе. То есть, речь идет о сдерживании таким образом Китая. И, наконец, лучший способ гарантировать, что у нас никогда не будет войны между НАТО и Россией, в которую будут втянуты США и другие наши союзники, это помочь Украине победить Россию в Украине. На мой взгляд, это три очень ясные причины, практические причины, по которым, я думаю, большинство американцев сказали бы, «Окей, да, это имеет смысл». Но он никогда не приводил свои аргументы в сильной убедительной форме, когда люди вокруг Акк звонили таким людям, как конгрессмен Чип Роя, говорили, «Эй, мы должны убедиться, что Украина здесь победит». Я думаю, что это амбициозная задача убедить электорат конгрессмена Роя пойти в этом направлении, потому что большая часть сообщений, получаемых ими, заключается в том, что Украина представляет собой угрозу. Украина представляет собой опасность. Украина каким-то образом влияет на нас в год наших выборов. Интересно, откуда взялись такие сообщения? Да. Прежде чем мы перейдем к следующему разделу нашего разговора, я хотел бы спросить, чувствуете ли вы то, что происходит сейчас в американских кампусах, и тот факт, что даже конгрессумен Пелоси указал на наличие внешних игроков, возможно, причастны к обострению и без того сложной ситуации на кампусах. На это, очевидно, влияют ситуации, происходящие в реальном мире. Но ведь не было такого большого количества протестов по поводу других вещей, которые сделал Путин, например, при бомбардировках Сирии и где были эти протесты тогда. Но они есть здесь и сейчас. Считаете ли вы, что это часть дезинформационной войны, или это отдельный вопрос, или, возможно, это не часть проблемы дезинформации российской пропаганды, а часть других актеров, использующих ту же тактику? Марк? Я могу высказать какие-то предположения, поскольку у меня нет никакой конкретной информации, и я очень не решаю заходить слишком далеко в своих предположениях, если не могу указать на какие-то конкретные доказательства. Я лишь немного сужу, потому что говорят мои друзья в различных университетских городках, и они также указывают на чрезмерную реакцию полиции. Конечно, в ЮТИ, Техасском университете, с которым я связан, и, судя по словам профессоров, которых я знаю, которые были там, штат, губернатор Эбботт и полиция слишком остро реагировали на происходящее, так что я думаю, что везде можно найти виноватых. Я думаю, что разница, Юрий, в том, и это уволит нас в другую тему, что в Сирии нет американского участия, Ассад не получает американских денег. Здесь мы имеем конкретный американский вклад в израильскую сторону этого конфликта. Так что я имею в виду, вы немного смешиваете два совершенно разных вопроса. Я имею в виду, что здесь есть американское участие, но нет американского участия в том, что делал Ассад в Сирии. Напротив, мы выступали против этого. Так что я думаю, я бы отделил сложную проблему войны между Израилем и Газой от некоторых других вопросов. Я думаю, что если смешать все в одну кучу, то, конечно, сидящим в Москве, сидящим в Кремле, выгодно все, что может вызвать беспорядки в Соединенных Штатах. Поэтому я думаю, что все, что может подлить масло в огонь, конечно, будет использоваться. Но я думаю, что проблемы здесь на самом деле совсем другие, и они находятся глубже. Пен? Я хочу сказать, что, во-первых, мне нравится, как Марк все это сформулировал. Он действительно хороший в этом. Он молодец. Что меня поразило, так это то, сколько новых палестинских флагов я вижу повсюду. Я имею в виду, они начали появляться сразу же, как будто, и это стопроцентное предположение, но почти сразу после 7 октября и первых протестов в городах Европы и США появилось огромное количество палестинских флагов. Я хочу сказать, что меня это поразило. Откуда они все взялись? Ведь обычно, если вы заходите в магазин, то вы не находите их там. Поэтому у меня возникло ощущение, что все это было частью подготовки. Кто именно это готовил, я не знаю, но кто больше всего выиграл от нападения Хамаса на Израиль, выиграла Россия. Я имею в виду, что это отвлекло Белый дом, это отвлекло всех нас, как в плане интеллектуальной энергии, так и в плане дипломатической энергии и энергии обороны от Украины. Я не думаю, что существует письмо, в котором говорится, дорогой Аятол, пожалуйста, попроси своих друзей с Хамаса начать атаку, подписанной Владимиром Путиным. Но нет сомнений в том, что Россия получила от этого наибольшую выгоду. Конечно, палестинский народ не выиграл от нападения на Израиль, которое, как я думаю, было сделано таким образом, чтобы гарантировать массированную реакцию правительства на Таньяху, которое дало Цахалу простую задачу – уничтожить Хамас. Как военный человек, скажу вам, что это худшее задание, которое можно получить, потому что для него нет никакого политического контекста. Уничтожить их для того, чтобы сделать что? Мы 20 лет пытались уничтожить Алкейду. Мы 20 лет пытались уничтожить Алкейду и Талибан и потерпели неудачу. Итак, вы не сможете уничтожить террористическую организацию, если не уничтожите источник, то, что ее порождает. Мой дорогой, дорогой друг, гражданин Израиля, Германии и Великобритании, который является ярым критиком правительству Натаньяху, сказал, что эта война идет за землю. Это не религиозная война. Речь идет о земле. Если вы не сможете решить эту проблему, вы никогда не уничтожите Хамас. Поэтому я думаю, что атака Хамаса 7 октября была организована таким образом, чтобы обеспечить наихудшую, самую значительную реакцию израильских сил обороны. Каждый член Хамаса должен вечно гореть в аду. Но 30 тысяч с лишним палестинцев, убитых в ходе израильских операций, этого не заслужили. И тот факт, что Хамас использует мирных жителей в качестве щита, никого не должен удивлять. Но это не дает израильским силам обороны право идти вперед и убивать их, разрушать больницы, большие здания и тому подобное. Даже если мы совершили ошибки, американским солдатам или союзникам никогда не разрешалось убивать мирных жителей в Афганистане, только потому, что мы думали, что внутри может быть командир талибов. Теперь перейдем к сути вашего вопроса к университетам. Конечно, из-за этой политики будут протесты, где будет чувствоваться, что Соединенные Штаты не на той стороне, что мы фактически позволяем правительству Натаньяху делать вещи, которые абсолютно неприемлемы. И поскольку мы на протяжении десятилетий оказывали Израилю практически неограниченную поддержку, вы можете видеть, что на это нарастает обратная реакция. И я думаю, что администрация должна найти способ гарантировать Израилю безопасность, не создавая условий для проведения операций, направленных на идеологию Большого Израиля. Очевидно, что если бы это было просто сделать, то это случилось бы десятилетия назад. И очень немногие на стороне Хамаса действительно заинтересованы в этом. Так что я не наивен. Что касается кампусов и аудиторий и наших лидеров в университетах, и Марк, я буду рад, если вы меня поправите, но мне кажется, что во многих университетах и во многих наших сообществах люди боятся делать то, что нужно делать для поддержания дисциплины, защищая при этом свободу слова. Другими словами, если мы говорим о свободе слова, это не означает, что вы можете приходить и вести себя абсолютно деструктивно, делать все, что вам вздумается, уничтожать имущество во имя свободы слова. Поэтому я думаю, что найти баланс между открытой, толерантной обстановкой в кампусе для молодых людей и в то же время научить людей уважать других, это задача наших педагогов. Со стороны кажется, что во многих местах они не справляются с этой задачей. Ну, я бы сказал, что во многом, знаете, Колумбийский университет привлекает много внимания, потому что он находится в Нью-Йорке и потому что вы можете делать всевозможные перформансы, зная, что СМИ тут же будут там. В других местах, насколько я понимаю, все было гораздо спокойнее, тише и меньше. Только в больших городах вы можете попасть в новости и произвести фурор. И я уверен, что внешние силы делают все возможное, чтобы усугубить ситуацию. Возвращаясь к вопросу о России, я думаю, что вы абсолютно правы. Россия не обязательно была провоцировать атаку Хамас, но она, несомненно, воспользовалась бы ею. И я думаю, что они умеют это делать. Приходят определенные вещи, и если вы хороший стратегический мыслитель, вы поймете, что в большом, обширном мире происходят вещи, которые вы затем можете использовать в своих интересах, продвигать их вперед и так далее. Я думаю, что люди забыли, что вскоре после этого нападения на Израиль лидеры Хамас отправились в Москву. И между Россией и Ираном очевидно также существуют довольно прочные отношения. Поэтому я думаю, что Россия является частью этой смеси. Но я не знаю, в какой степени она способствует этим событиям. Но они, безусловно, пользуются тем, что есть. И я думаю, что мы увидим больше этого по мере того, как предвыборная борьба у нас накаляется. Хорошо, давайте перейдем к следующей части, а именно к уязвимостям этой российской пропаганды, которые, я думаю, существуют. Я думаю, например, что она уязвима к правдивости, прозрачности в общении и разнообразию точек зрения по сравнению с монополией на информацию. Я думаю, что когда люди думают о диктатурах, они забывают одну из вещей, ту информационную монополию. Что вы думаете на основе вашего опыта и знаний о том, как мы можем использовать эти уязвимости? Начну с того, что я практически каждый день слушаю, смотрю, читаю Радио Свобода и Русскую службу Голоса Америки. Но я думаю, что в данном случае Радио Свобода важнее, потому что оно имеет дело и пытается донести до россиян другую, более богатую и сложную картину того, что происходит как в войне в Украине, так и в ситуации внутри России в историческом, культурном и политическом аспектах. И зная, что прорваться через эту задачу очень сложно, я думаю, они пытаются найти разные способы именно сломать ту монополию, о которой вы говорите, внутри России. Есть много разных объяснений. Существует много разных точек зрения. Есть украинская страна. Не только украинские страдания, что, конечно, важно, но и каковы стремления Украины, как она развивается в Европе. Для достижения этой цели у нас есть две радиостанции. Есть также BBC и другие, которые пытаются достучаться до них. У нас также есть возможность расширять это через каналы YouTube. Пример, это ваш канал Рашкин Репорт, являющийся одним из таких источников. Но есть много российских журналистов, которые бежали из России, находятся в Европе или США, у которых есть свои поклонники в стране, которые известны многим слушателям в России, и они стараются связаться со своей аудиторией разными способами. Поэтому я думаю, что есть средства массовой информации, которые определенно предпринимают энергичные усилия по слому монополии, контролируемых Кремлем СМИ в стране, внутри страны. Теперь, что касается внешнего аспекта того, как бороться с российской дезинформацией, здесь, я думаю, мы уже затронули ряд моментов, где мы можем ее разоблачить. Мы можем бросить ей вызов или мы можем назвать ее такой, какая она есть. Я думаю, что это может помочь тем, кто настроен непредвзято, понять, что их обманывают. Бен? Я считаю, что правительство США проделало фантастическую работу в конце 21 и начале 22 года, разоблачив попытки России провести так называемые операции под ложным флагом, опубликовав разведданные, которые я никогда не видел, чтобы использовались подобным образом. И что было достигнуто, так это уничтожение любого фигового листка, который, как думали русские, мог бы помочь им сделать то, что они делают, настолько, что пропало доверие к любому представителю Кремля, даже к Лаврову. Я не думаю, что любой серьезный человек может сейчас верить хотя бы одному слову из его уст. Так что яркий свет правды и определенное высмеивание помогают свести на нет способность Кремля расширять свои усилия по лезинформации. Их авторитет это то, что действительно поставлено на карту. А когда вы увидели смерть Навального, меня поразило, как много людей пришло на похороны, зная, что они будут подвергаться определенному риску. И все равно там были огромные длинные очереди. Никто не сравнит Навального с Томасом Джефферсоном. Но, тем не менее, он был самым ярым оппозиционером президенту Путина. И это меня поразило. И когда пару месяцев назад русские попытались приписать украинцам нападение ИГИЛ на концертный зал Крокус, почти никто в мире не поверил объяснению Кремля, что это были украинцы. Я имею в виду, что это выглядело почти карикатурно. Так что доверие к ним, я думаю, подорвано. На днях вы видели фотографии в Нью-Йорк-Пост, на которой изображена московская Марджери Тейлор Грин в большой русской меховой шапке с российским символом на ней. Ее высмеивают за то, что она повторяет линию Кремля. Так что я думаю, что насмешки и яркий свет это часть того, как эта борьба должна вестись. Но, конечно, очень важно образование. Я уже достаточно взрослый, и, глядя на вас двоих, я уверен, что мы с вами из одного поколения. Я учился в школе задолго до появления интернета, айфонов и всего прочего. Я хорошо помню, как моя учительница в седьмом классе, это было еще в начале 70-х. Сказала, Бен, ты должен использовать больше одного источника, чтобы о чем-то узнать. Она имела в виду ни одну газету, ни один журнал и ни просмотр одного из трех телеканалов. Когда вы проводите исследования, у вас должно всегда быть больше одного источника. Нельзя верить всему, что слышишь из одного места. Так что это и есть образование. И сегодня в Финляндии они начинаются уже в детском саду, помогая детям понять или распознать то, что мы бы назвали фальшивыми новостями. Я думаю, что образование это прививка от дезинформации. Обратите внимание на то, что в России они идут в противоположном направлении. У них есть один учебник по истории России 20-го века, который должен прочитать каждый старшеклассник. И знаете, они возвращаются таким образом в Советский Союз, к стандартизированной версии прошлого, от которой вы не можете отклониться. Я чувствую на основе своего опыта пребывания в России и поездок туда-сюда в течение более чем 50 лет, что есть множество очень умных, интеллигентных русских, которые не потерпят такого подхода. Он не сработал при Советах, и я уверен, что при Путине и его преемниках он будет также разрушен, потому что так не строится современный мир, так не думают образованные люди. И поэтому я думаю, что им будет очень интересно узнать, что есть другие источники, как увидеть мир в более широком контексте. Так что я думаю, что в этом смысле у нас есть преимущество в том, что мы предлагаем сложный, интересный мир, а не эту очень-очень прямую попытку одной версии. Абсолютно. Это так же, как мы объясняем людям, что такое разные цвета, но дело в том, что они, скорее всего, захотят получить упрощенную информацию. И здесь мы подходим к нашей сложности, когда мы приходим к нашим разнообразиям, комплексности информации. Вот в чем вопрос. Как противостоять российской пропаганде? У нас есть как минимум три уровня, которые я могу легко определить. У нас есть правительство, у нас есть частные фонды и частные лица. Как вы видите роль этих троих в противостоянии российской пропаганде? Что им следует делать? Что они могут делать? Какова ваша оценка? Что ж, если бы я мог вмешаться, если бы я был на месте нашего правительства, я бы продолжал поддерживать радио, Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Голос Америки, расширять Радио Свободная Азия. Нужно вещать на Иран. Другими словами, иметь надежную службу внешнего вещания, хорошо финансируемую, хорошо изученную, с приглашаемыми интересными людьми, важными гостями. Я считаю, что именно это должно делать правительство. И, вероятно, это все, что оно должно делать. Я имею в виду, что все остальное должен взять на себя частный сектор. Либо фонды, которые, я думаю, были бы очень хороши для финансирования независимых журналов, способных охватить аудиторию способами, которые недоступны для государственных учреждений. Либо это могут быть организации, финансируемые государством. И я думаю, что в этом отношении еще многое предстоит сделать. Вы знаете, Россию покинуло более миллиона человек. Они представляют собой уникальный и интересный источник того, как достучаться до тех, кто все еще закрыт. Я хотел сказать «железным занавесом», но, возможно, сегодня нам нужно придумать другое название для этого занавеса. Что касается отдельных лиц, я думаю, Юрий, то, что вы делаете, я имею в виду, то, что вы делаете на «Рашкин репорт», преследует ту же цель. Я имею в виду общение, обучение людей, в результате которого ваши слушатели, наши слушатели, наши зрители получат возможность связаться с людьми на другой стороне, через дружбу, через отношения с помощью любого количества других средств. Поэтому я думаю, что распространение, разоблачение и выявление того, что делает Кремль, вероятно, наш лучший подход. Бен? У меня здесь много немецких друзей, которые примерно моего возраста и находятся с обеих сторон моего возраста, то есть от почти 60 до чуть за 70. И хотя сегодня каждый немецкий ребенок и почти все европейцы обязаны изучать английский язык, когда они были детьми, это не было так распространено. И вот я их спрашиваю, как вы так хорошо выучили английский? И они говорят, что слушай American Forces Network или смотрят слушать Голос Америки или подобные программы. И я думаю, что, как сказал Марк, люди хотят, они ищут другую информацию. И на мой взгляд, это прекрасная инвестиция правительства США и других демократических стран в конкуренцию в эфире, чтобы попытаться помочь в передаче информации. И это не обязательно, должны быть большие, гигантские, жирные буквы. Я имею в виду, это программа, обычная программа. Я слышал, что говорю с двумя парнями, которые занимаются этим как профессией, но по отзывам, полученным мной от европейцев, в том числе тех, кто жил в Восточной Европе в детстве, именно такие американские усилия действительно оказали на них влияние. И они хотели бы больше такого. Вы будете смеяться, но на днях я был на 60-летии друга. И там были люди в возрасте от 60 и выше, и они танцевали, как сумасшедшие. И это было стопроцентно американская музыка 70-х. И было видно, что они все переживают свои школьные годы. Я думаю, что это важная часть. Но в конечном итоге мы должны соответствовать нашим собственным ценностям. Например, мои немецкие друзья говорят, что любимый вид спорта в Германии это не футбол, это критика Америки. Но при этом они всегда уважали наши институты. Даже если они действительно были полностью против определенной политики США или им не нравился определенный президент США, но они всегда уважали наши институты. Они были уверены в Верховном суде, в том, что Конгресс и исполнительная власть, Найт и все эти сдержки и противовесы работают. А теперь они не чувствуют этого. Я не думаю, что у них есть такая уверенность, как раньше. Позвольте мне добавить, что в 70-х и 80-х годах «Голос Америки» транслировал американскую поп-музыку, американский джаз, последние голливудские фильмы. Это составляло значительную часть того, что мы передавали. В этом не было ничего политического, никаких открытых политических сообщений, но это создавало тот интерес, увлечение, свободу, заинтересованность, которые затем заставляли их оставаться у радиоприемников и слушать новости, а может быть и более серьезные программы. Но да, это была важная часть вещания. И именно эта часть, кстати, чаще всего подвергалась нападкам со стороны советских властей. Мол, мы соблазняем советскую молодежь, мы уводим их от социализма, мы развращаем их умы, потому что они поняли, что это имеет мощный, очень мощный эффект. Хорошо, тогда в таком случае, раз уж мы так много поняли, давайте перейдем к заключительной части, которая касается целей этой информационной войны и того, что мы пытаемся сделать. Потому что, я думаю, Бен, вы очень правы, когда говорите о том, что важно установить, что наши приоритеты это победа Украины. Но мы этого не говорим. Почему бы нам это не сказать? И мне интересно, состоит ли цель в том, чтобы мы не хотели, чтобы Россия проиграла? Как будто это действительно усложнило бы нам ситуацию. И это мнение на основании того, что я слышу и вижу. Так, каковы же цели этой информационной войны? Состоят ли они в том, чтобы информировать русскоязычную аудиторию об объективной реальности войны? Говорить о том, что Россия творит там ужасные вещи, и они не могут закрывать на это глаза? А причина санкций в том, что делает Россия? Или это будет слишком сурово для русских людей? И нам действительно следует поговорить с ними о коррупции, которая им вроде бы и нравится на самом деле. Так что я не знаю, почему бы это действительно должно было их беспокоить. Ну ладно, жизнь богатых и знаменитых. Посмотрите, сколько украл Медведев. Посмотрите, сколько украл Путин. Я имею в виду, если мы посмотрим на тот факт, что у Навального было более 100 миллионов просмотров его видео о даче Путина, это, однако, не спасло Навальному жизнь. То, что произошло, все равно произошло. Так о чем нам говорить? И как нам вести эту информационную войну, когда мы разговариваем с русскоязычными? На что нам следует обратить внимание? Что ж, я думаю, вы правы в том, что попытка осветить все проблемы государственной системы Российской Федерации не будет убедительной. Я думаю, при этом, что предоставление точной информации о том, что происходит в Украине, чтобы противостоять российскому нарративу о том, что происходит в Украине, было бы важно, потому что долгосрочной целью должно быть подорвать доверие к Кремлю. Я думаю, нам не следует бояться развала Российской Федерации. Но я думаю, что это во многом влияет на администрацию и сдерживает ее. Я думаю, многие люди напуганы тем, что Россия может применить ядерное оружие. Я думаю, что вероятность того, что Россия применит ядерное оружие, практически нулевая, потому что для нее нет никаких плюсов, если она применит ядерное оружие. Все плюсы в том, что они угрожают применить ядерное оружие, потому что они видят, как мы сдерживаем себя. Конечно, у них, их тысячи ядерных зарядов, им все равно, сколько невинных людей будет убито, включая их самих. Но для них нет никакой выгоды, если они применят тактическое ядерное оружие, скажем, где-нибудь в Украине. Поэтому я считаю, что мы должны перестать бояться, что Россия потерпит поражение. Когда развалился Советский Союз, не был потерян контроль над ядерным оружием. Я думаю, это был не хаос, но мы не были к нему готовы. Почему бы не подготовиться, как я бы сказал, ожидаемому распаду Российской Федерации и не найти тех русских внутри страны и за ее пределами, которые могут помочь в качестве тех, с кем мы будем говорить в случае, если это произойдет. В конце концов, я думаю, что мы добьемся наибольшего успеха, если покажем хороший пример именно в том, о чем Марк говорил ранее, будь то музыка или что-то еще, но способность передать то, что происходит в США. Мы не идеальны. В американской демократии всегда был определенный хаос, но люди способны делать выбор и совершать поступки, и система работает. Поэтому мы должны противостоять этому негативному мнению, которое, я думаю, есть у многих россиян внутри России. Позвольте мне добавить, что у нас есть то, к чему я научился работой в Вашингтоне много лет назад. Это то, что большие проблемы никогда не решаются, но ими можно управлять. И я думаю, что управление дезинформацией это лучшее из того, что мы можем сделать. Мы не сможем решить эту проблему в открытом обществе. В нем всегда будут присутствовать какие-то элементы. Всегда будут существовать люди, и мы видим это на примере Трампа и людей из МАГА, которые цинично используют ее, дезинформацию, для получения политической выгоды. Но я имею в виду, что это просто неотъемлемая часть открытой системы. И я думаю, что открытая система должна быть объяснена. И я думаю, что людям в России иногда трудно понять, как и почему мы работаем в открытой системе. Помню, мне посчастливилось провести три дня с Александром Солженицыным в 1984 году, когда я брал у него интервью для «Голоса Америки». И он говорил разные вещи. Он говорил, почему вы, американцы, разрушаете свою собственную систему? Почему вы позволяете людям разрушать свою собственную систему? И он не мог понять, что в открытой системе это часть цены, которую вы платите за открытую систему. В противном случае вы получаете зажатый сверху донизу путинский подход к обществу. Поэтому мы должны сделать так, чтобы все получилось. Иногда я беспокоюсь, что у нас ничего не получается. Мне иногда кажется, что все разваливается на части и что это очень опасно. Но я считаю, что преимущества открытой системы нужно обсуждать, дискутировать, объяснять. Что мы получаем от открытой системы? То, что мы теряем, я думаю, очевидно для многих людей. Мы действительно теряем некоторые вещи, но что мы приобретаем? И такой разговор, такой подход необходим не только на внешнем уровне, но и, я думаю, очень нужен внутри страны. Я думаю, американцы не понимают, что у нас есть. Я всегда поражаюсь, Бен, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но насколько американцы невежественны в отношении мира, насколько невежественна наша роль в мире, как они думают, что товары волшебным образом появятся в нашем магазине, не понимая, что существует либеральный мировой порядок, который позволяет вести такую торговлю. Уберите американские вооруженные силы и никакой свободной торговли не будет. Все развалится. И по пути все захватят пираты. Эти проблемы тоже нужно объяснять. Я думаю, что это, вероятно, лучший способ борьбы с российской резинформацией. Нужно обратиться к наукам об устройстве общества, вернуться к тому, что я изучал в школе, к тому, как все работает, как должно работать. В старших классах школы я изучал курс, датированный 67-68 годами «Проблемы демократии». Это то, что изучали отличники. После изучения высокого английского мы изучали проблемы демократии. Не величие демократии, а проблемы демократии. Потому что идея заключалась в том, что мы должны были разобраться с тем, что это значит и как жить в открытом обществе. Так что я бы настаивал на этом. Бен, продолжайте. Я бы присоединился ко всему, что Марк только что сказал, гораздо более четко и убедительно, чем то, что я могу сказать. Да, потому что я просто помню из наших прошлых бесед о важности защиты морских торговых путей и информирования американцев об этом. Это просто, я имею в виду, замечательно слышать определенные вещи снова и снова, потому что так мы учимся. Нам нужно напоминать себе и другим. Я очень ценю это. И это замечательно. Я хочу поблагодарить моих замечательных гостей за то, что они выразили эту идею о том, что действительно свет победит тьму. Какая концепция. Я хочу поблагодарить Марка Помера и Бена Ходжеса за то, что они присоединились ко мне. И я хочу поблагодарить всех, кто смотрел это и участвовал в беседе. Спасибо комментаторам, которые читают из... Слава Украине! Слава! Слава, да, определенно. Но мы должны поддерживать свет. Мы должны работать, чтобы этот свет горел. Мы не можем позволить ему просто погаснуть. Именно так.